Ну, я считаю, проиграли по делу. Может быть, быстро гол сыграл с нами, злую шутку. Но невозможно выиграть игру, если мы проиграем все подборы, все единоборства. Мы сегодня проиграли. Отсюда результат. Понятно, что удаление – это не всегда приятно. Но Владимир Тубровский был выпущен под усиление атаки. Как сильно это удаление повлияло на дальнейший исход игры? Ну, естественно, понять парня можно. Тоже вышел с большим желанием. Но где-то эмоции надо немножко держать при себе. Я понимаю очень состояние. Естественно, одного человека, когда в концовке нам необходимо усилять игру в атаке, человека, может быть, тоже не хватило. Поэтому, конечно, сыграло роль свое удаление. Как оцените игру гапонского нападающего от джинера и фаги? Ну, в принципе, неплохое качество игру показал. То есть индивидуально видно, что сильный. Плюс скорость. Но, к сожалению, мы не использовали все его возможности. Может быть, тяжело было играть против ветра. Поэтому не всегда получались забросы на джинера. После удачного старта команда потерпела. Сейчас два поражения подряд. Как сильно это влияет внутри коллектива? Ну, естественно, любое поражение. Но положительных эмоций не добавляет. Но я хочу сказать, в Толигорске, может быть, мы не по делу уступили. То есть качество игры там было достаточно неплохого уровня. Ну, то сегодня все по делу. Спасибо. Проиграли игру сегодня. Не знаю, было очень много борьбы. Проиграли центр, проиграли все подборы. Вот такой, думаю, поэтому такой результат сегодня. Ну, судья решил, что это удаление. Не знаю, я был достаточно далековато, поэтому не заметил. Ну, как посчитал судья, значит удаление. Насколько тебе комфортно выступать с опытными партнерами по оборонительной линии? Ну, конечно, комфортно, потому что набираешь все опыта и видишь, как более опытные ребята играют и учатся у них. Продолжение следует...